Да. Первый вопрос относительно заложников. Несколько дней и палестинцы возвращали нам заложников. Мы им один к трем возвращали террористов, которые сидели в наших тюрьмах за преступления, которые они совершили против мирных жителей. И вопрос, правильно ли было решено согласиться на обмен заложников, давая возможность террористам обновить свое вооружение, передислоцироваться. То есть в результате чего погибнут, не дай бог, солдаты. То есть меняем заложников, то есть получаем этих заложников, а расплачиваемся солдатами, которые погибнут, не дай бог, конечно, которые могут погибнуть в силу того, что мы им дали передышку этим террористам на, скажем, решение вопросов усиления, укрепления военного, чтобы они смогли там воевать и так далее, и так далее. Вот. То есть вот такой вопрос. Вот такой вопрос. И интересно, что некоторые политики даже приводили примеры из-за Торы. Ну, когда смотришь или слушаешь, как эти политики приводят примеры, понимаешь, что в Торе они слабо разбираются. Вот. Значит, чтобы понять эту ситуацию, нужно понять, что происходит. Вот что происходит. С одной стороны вложены огромные деньги, сумасшедшие суммы о том, что говорят, чтобы буквально с пеленок воспитать террористов, воспитать детей, которые вот они такие по жизни. Вот они, мирные жители. Мирные жители Газа. С другой стороны, на протяжении десятилетий, вот то, что я видел, слышал, то, с чем я жил, Израиль, поскольку Израиль – это не еврейское государство в том плане, как оно построено. Это европейское государство со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, скажем так, акцент ставится на так называемых меньшинствах. Одно из них – это арабское население, против которого как бы опасно даже что-то сказать. Не то, что даже сделать. И за последние буквально десятилетия правительство разоружило те поселения, которые, в общем, находились в опасной зоне, которые подвергались терактам. Разоружило, отобрало у них оружие. Более того, солдаты, когда они возвращались на побывку домой, они обязаны были сдавать оружие. То есть, они без оружия ходили. То есть, в форме, но без оружия. То есть, сделано было все, чтобы ограничить возможности мирных жителей Израиля против террористов. А террористы, как бы, ну, что они делали? Они продолжали убивать евреев, которые вот в терактах. Убить его, такого террориста, опасно. То есть, можно за это просто сесть. Вот. И поэтому боялись, боялись ликвидировать этих террористов, которые, ну, которые буквально с ножами, с огнестрельным оружием нападали на мирных жителей. Боялись. И вот такие террористы, вот таких террористов мы сегодня освобождали в обмен на наших заложников. Один из террористов отказался быть освобожденным. Его насильно отправили туда, в газу. Почему отказался? Потому что за то, что он совершил теракт, его семья получает пособие от государства Израиль и от палестинской автономии. То есть, он отдыхает в тюрьме, буквально отдыхает. То есть, они там живут не как в тюрьме, в таком понимании. И по освобождении, чем больший срок он получил, тем большее пособие он получает. То есть, там сотни тысяч шекелей эти террористы получают пособие, когда они выходят на свободу. То есть, это выгодное дело. Убивать евреев – это выгодно. За это получают деньги. Если его убивает, то получает пособие семья. А если он остается жив, то семья, да, получает пособие, а он еще при освобождении получает такой монак пособие. А от нас требуют, что когда мы ведем военные действия в газе, чтобы мы как бы воевали против террористов, а не против мирных жителей. Теперь, как бы вот на фоне всего этого вопрос, что делать в плане освобождения, в плане обмена заложников на этих террористов, которые отбывают срок, заключенных террористов. Вопрос сложный. С одной стороны, есть такое понятие, что еврейская душа, да, то есть, с одной стороны, ты возвращаешь, скажем, там, 10 заложников, а можешь потерять 100 жизней солдат, и какое ты имеешь право, скажем, предпочитать одно другому. Это один момент. С другой стороны, ситуация сегодня, военные действия ведутся не только на фронте, но и с экранов телевизоров, телеграм-каналов и средств массовой информации. И поэтому поддержка народа, настроение народа, который, скажем, воюет против этих террористов, она тоже важна. Поэтому сегодня нужно взвешивать эту ситуацию. То есть, если руководство страны и армии, оно может использовать ситуацию по обмену заложников, ну, скажем так, раньше мы меняли одного пленного на тысячу террористов, сегодня мы меняем одного пленного на трех террористов из наших тюрьм. Раньше мы обменивали тела мертвых на террористов, которых освобождали из тюрьм живыми. Сегодня отказались обменивать мертвые тела на живых террористов. Поэтому прекратился обмен, вернулись к военным действиям. Ситуация такая. Если руководство военное сможет использовать ситуацию по обмену заложников, то, очевидно, это следует сделать. Но нужно использовать это. У меня есть информация, которая не попадает в средства массовой информации, но делиться ею я тоже не очень хотел бы. Средства массовой информации не освещают полностью, разумеется, и полностью освещают невозможно. Но, скажем так, я бы сказал, что если бы я был в руководстве, то есть я бы, наверное, тоже пошел на обмен, но я бы сделал все необходимое, чтобы использовать это для нанесения последующего удара, так, чтобы ничего от них не осталось.